Выделение после выкидыша Выкидыш это огромный стресс не только для психики, но и для всего организма женщины. Плод самопроизвольно открепляется от стенки матки, разрывая кровеносные сосуды и образуя открытую рану на месте, где он располагался. Таким образом, кровенистые выделения при выкидыше это совершенно закономерное, физиологически обусловленное явление. Несмотря на различия, все виды выкидышей начинаются, как правило, одинаково. Сначала появляются боли спастического характера в нижней части живота, над лобковой области, в повесничной области, как правило, через 1-2 дня начинается кровотечение. Однако, может быть ситуация, что могут появляться на фоне полного здоровья небольшие коричневые выделения, даже без болевого синдрома. Но такая ситуация бывает намного реже. При своевременной диагностике угрозы выкидыша его можно предотвратить. Поэтому обращайтесь в клинику сразу же, как почувствуете настойчивую любовь, не связанную с менструальным циклом, или если появились мажущие, коричневые или красные выделения. Выделение при раннем выкидыше, то есть при выкидыше на ранних сроках беременности. Самопроизвольный аборт, произошедший на ранних сроках, нередко остается незамеченным, как это ни странно. Если женщина не слишком пристальна с людей за своим менструальным циклом, она может и не подозревать о беременности. В такой ситуации кровянистые выделения со сгустками, в которых выходит плод, принимаются за несвоевременную менструацию. Например, если у женщины ранее были задержки, и сейчас задержка 2-3 дня, это может быть выкидыш очень малого срока беременности, который женщина принимает за менструацию. Кстати, таких выкидышей неучтенных у каждой женщины за жизнь проходит достаточное количество. Симптомы раннего выкида, что действительно походят в сходное с наступлением менструации, иногда для этих симптомов еще дополнительно характерна спастическая боль внизу живота, на следующий день, после который начинается обильное, но недолгое по времени кровотечение. Спустя, например, 2-3 дня, эти кровянистые выделения превращаются в скудные мажущие выделения красного, коричневого, либо розового цвета. Появление кровянистых сгустков в такой ситуации говорит о том, что плод постепенно покидает матку. Для ранних сроков беременности характерно именно такое избавление от эмбриона и плодных оболочек. Организму проще вывести плод, в том числе погибший плод, наружу по частям, нежели полностью. Но иногда бывают исключения. Вместо згустков излагалища выходит небольшой серый пузырь. Это плодное яйцо. И его появление предполагает, что кровотечение скоро сократится. Но нередко бывает и так, что кровотечение не прекращается и не ослабевает в течение длительного времени. От 5 дней и дольше, 10 дней и более. Такое состояние характерно для неполного выкидыша, во время которого плод не может покинуть матку полностью. И плод, и оболочки, чтобы вышли самостоятельно. Образовавшаяся рана, вследствие частичной отслойки, не заживает и продолжает кровоточить с той же силой, что и в первый день. Вызывает слабость, аниме, ухудшенные самочувствия, головокружение. Сильную кровопотерю, естественно. В такой ситуации необходимо произвести выскабливание полости матки как можно скорее. Если плод не удалить из матки, то это чревато серьезными осложнениями, в числе которых есть и бесплодие. Выделение при позднем выкидыше. Поздний выкидыш происходит после 12 недель беременности. Выкидыш на позднем сроке происходит гораздо реже, но никогда не протекает так спокойно и незаметно, как в случае с выкидышем на ранних сроках беременности. Симптомы, возникающие во время этого процесса после 12 недели беременности, выражены гораздо сильнее. Во-первых, кровотечение становится более обильным и долгим. Во-вторых, боли внизу живота намного интенсивнее и в поясничной области, внизу живота, над лобковой области. Также нередко возникает слабость и головокружение. Сколько дней должны идти выделения во время позднего выкидыша, зависит исключительно от организма женщины, конкретной женщины. Во-вторых, от срока беременности. В-третьих, от общего анамнеза. Чаще всего кровотечение длится от 5 до 10 дней. А после превращается в мороженое коричневое выделение. Естественно, самопроизвольный выкидыш позднего срока, если даже он произошел дома, до приезда скорой, до поступления в стационар, он требует контрольного акулитажа полости матки, контрольного скопливания полости матки. После этого выделения идут до 5 дней, потом они переходят в мороженое коричневое выделение, которые прекращаются совсем. При повторном выкидыше и некоторых сопутствующих заболеваниях длительность кровотечения может быть дольше. Если выделение после выкидыша, тем более если он произошел дома, и женщина не обратилась к медицинской помощи, то есть выкидыш без выскакливания, длятся дольше 2 недель, а также не спешат ослабевать, речь может идти о неполном самопроизвольном аборте. Такое состояние характерно слабостью головокружения вследствие большой кровопотери и анемии, сильными непрекращающимися болями внизу живота, общим ухудшением состояния. Такое патологическое состояние требует немедленного обращения к доктору, а лучше всего вызвать скорую помощь. Поздний выкидыш, гораздо более серьезный удар по организму, нежели самопроизвольное оперывание беременности на ранних сроках. Именно поэтому такое состояние требует гинекологического осмотра правильно подобранного лечения. Если заниматься самолечением или вовсе ничего не делать, вероятность повторного выкидыша возрастает, а также вероятность бесплодия возрастает. Есть такое понятие в акушерстве, как привычный выкидыш. Если не принять меры для необходимого комплексного обследования после первого выкидыша и не скорректировать акушерскую ситуацию во время второй беременности, тогда может снова в эти же сроки случиться выкидыш. И далее понарастающий. И третий выкидыш, и четвертый. Такая ситуация называется привычным выкидышем. Выделение после выскабливания полости матки. Аборт, проводимый при неполном выкидыше, при полной отслойке плодного яйца, при замерзшей беременности, может быть как медикаментозным, так и хирургическим. Когда проводится медикаментозный аборт, используют таблетки. Таблетки двух видов, первые которые способствуют полной отслойке плодного яйца от полости матки, абсолютно полной, а вторые таблетки способствуют изгнанию плодного яйца и его оболочек из полости матки. Хирургический аборт представляет собой выскабливание полости матки. Выделение после медикаментозного аборта длятся долго, до 14 дней и более, хотя УЗИ по приказу введения мед.аборта рекомендуется делать в первые 10 дней после приема первых таблеток мифопрестона, например, и при необходимости проводится коррекция состояния пациентки. Хирургический аборт, процедура болезненная, поэтому делать его необходимо хотя бы под внутривенным наркозом. Плодное яйцо и все, что к нему относится, удаляют с помощью кюретки, то есть оперативным путем. Уже спустя 4-5 дней после кровяных выделений приходят на смену коричневатые розовые выделения. Иногда после хирургического аборта выделения могут идти 2-3 дня, и то не очень скудные. Такая ситуация может быть, если у женщины и до прерывания беременности, и до беременности месячные были не обидными, и по длительности достаточно короткими, 2-3 дня. После аборта по поводу выкидыша полного и неполного организм должен начать восстановление репродуктивной системы. Беременеть нельзя после выскабливания полости матки, либо после медикаментозного аборта в течение минимум 3 месяцев. За это время необходимо пройти обследование и гормонального фона, и на инфекции, кидающиеся половым путем, чтобы найти причину данной патологии. Кроме того, при выкидывании весь материал отправляется на гистологическое исследование для выяснения причины данной ситуации. И хотя бы 4 недели после выскабливания должен быть исключен половой контакт, тяжелые спортивные нагрузки и ношение тяжести. Продолжение следует...